Привет, друзья! С вами Татьяна Зубова и в сегодняшнем ролике мы с вами напишем портрет девушки с жемчужной сережкой. Сюжет голландского художника Яна Вермеера выбран не случайно, а все потому, что мы с вами будем сегодня тестировать голландские масляные краски Рембрандт от Royal Talons. Сейчас мы с вами распакуем посылку от MPM Art. Это официальный дистрибьютор Royal Talons в России. Вы только посмотрите, какая красивая упаковка. Сразу создается такое рождественское настроение, праздничное, яркое. Очень красивая упаковочка, приятно держать в руках и радуется глаз. А внутри у нас масляные краски серии Рембрандт. Это профессиональная линейка масляных красок. Вообще у Royal Talons существует следующая градация масляных красок. Профессиональная линейка Рембрандт, студенческая Ван Гог и ученическая серия Art Creation. Также есть еще и отдельная категория, это водорастворимые масляные краски Кобра. В линейке Рембрандт целых 120 оттенков, из которых 25 прозрачных, 20 полупрозрачных, 35 полупокрывных и 40 покрывных. Все краски имеют высшую степень светостойкости, это три звезды. На тубе мы видим всю необходимую информацию. Квадратиком обозначена покрывная способность краски, крестиками это степень светостойкости. Также мы видим обозначение объема тубы и информацию о производителе. Также везде указан пигментный состав красок. И отдельно хочу отметить очень удобные широкие рифленые крышечки. Сейчас мы с вами составим собственную выкраску. Слева на листе холста обозначен цветовой код каждой краски 242, 251 и так далее. Сегодня мы с вами рассмотрим две белые, пять желтых, три красных, одну коричневую и три синих краски. Также слева я обозначила пигмент каждой краски и его покрывную способность. Справа вы видите черную полоску акрила, которая поможет нам наглядно увидеть степень прозрачности каждой краски. Первая краска, которую мы с вами рассмотрим, это Ауреалин. Полупрозрачная краска однопигментная четвертой ценовой категории. Вот справа вы видите серии, вот эти вот три, четыре, это ценовая категория от единички до пяти. Следующий оттенок это Still the Green. Далее прозрачная желто-зеленая краска третьей ценовой категории, однопигментная. Следующий оттенок оксид желтый. В составе PY42, 42 желтый пигмент, и это, пожалуй, один из самых моих любимых пигментов в любом его проявлении. И как вы видите, в моей линейке очень много желтых красок, потому что они у Рембрандта действительно просто восхитительные. А следующий оттенок это оксид оранжевый. Тоже в составе 42 желтый, но уже с красным пигментом PR101. Далее Кадмий красный светлый. Это покрывная краска четвертой ценовой категории, кроющая способность очень хорошая. Также, в общем-то, как и у Кадмия красного темного. Следующая краска. Краплак средний. Полупрозрачная краска третьей ценовой категории. Оттенок такой вот красно-фиолетовый, малиновый. Следующий очень интересный оттенок, который называется Асфальтом. Впервые я буду его пробовать. Он меня заочно очень впечатлил, когда я его увидела на выкраске, поэтому хотелось очень попробовать его уже вживую. Следующий оттенок кобальт фиолетовый. Полупрозрачная краска пятой ценовой категории. Далее синий фиолетовый оттенок, ПВ-16 в составе, третья ценовая категория. И еще один оттенок это кобальт синий глубокий. Полупокрывная краска пятой ценовой категории. В моем наборе в основном прозрачные краски. Я питаю огромную слабость к таким краскам. И сейчас мы с вами посмотрим, как они себя ведут, как проявляют себя в прозрачном состоянии. Любителям тонкой живописи, лессировок, я просто настоятельно рекомендую попробовать вот эти оттенки. Невероятной красоты, конечно. Желтый-зеленый оттенок. Посмотрите, как раскрывается в прозрачном состоянии. Очень свежий, сочный, зеленый оттенок. В разбели абсолютно другое впечатление. Ну и, конечно же, мой фаворит, 42-й желтый. Очень люблю, повторю эту краску. Посмотрите, какая градация вот от прозрачного к очень-очень такому плотному оттенку. И вот в смеси с краснотой тоже дает богатый красивый оттенок. Сейчас на кисти у меня было многовато разбавителя, поэтому сейчас вот я постараюсь разнести красные оттеночки. Ну а краснота, вот эти вот все покрывные оттенки, они с первого раза все очень хорошо кроют, поэтому в прозрачности они, конечно же, и не разбавляются. Они, в общем-то, и не должны это делать. Их цель это хорошая кроющая способность. Краплак. Очень хорош в разбели и невероятный асфальтовый оттенок. Это моя такая новинка, которой я впечатлена. И теперь такой нежный бархатный фиолетовый. Он действительно очень прозрачный. И вот эти два фиолетовых оттенка мы с вами уже успели оценить в недавней нашей работе, когда мы на мастер-классе писали Айвазовского. Вот там эти фиолетовые очень здорово зашли и давали легкие-легкие оттенки, такую вот лессировочку. И в небо, и в море. В общем, отличные оттенки. И еще один оттенок, это синий. Тоже посмотрите, какой он в прозрачном состоянии. Сам оттенок не меняется, он просто становится светлее и прозрачнее. А сейчас по черной полоске акрила мы посмотрим, насколько краска покровная либо прозрачная. В линейке Рембрандт есть целых шесть видов белил. Часть из них на сафлоровом масле, часть на льняном. Мы с вами сегодня рассмотрим два вида. Мы стараемся с вами тонкой полоской показать, насколько краска перекрывает вот эту вот темную полоску акрила. Как мы видим, прозрачные краски действительно ложатся прозрачно. Полупрозрачные, полупокровные чуть лучше кроют. А теперь посмотрите на покрывную. Вот буквально два мазочка и полностью произошло перекрытие. Это действительно очень здоровские, классные покрывные краски. Фиолетовый. Смотрите, насколько он прозрачный. Это такая вот нежная-нежная рисировочная краска. И полупокрывной синий. КОНЕЦ 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 Приступаем к портрету. И для этого нам понадобятся белилы титановые, ауреолин, стилдегрин елл, желто-зеленые прозрачные, оранжевый оксид прозрачный, кадмий красный светлый и кадмий красный темный, краплак средний, асфальтум, прозрачный оксид желтый, кобальт синий глубокий, синий фиолетовый и кобальт фиолетовый. Когда вы используете новые краски, которыми ранее не пользовались, рядом можно держать выкруску для наглядности. Для работы я использую холст формата А4. Мы закрепили его на планшет вот таким вот малярным скотчем и будем писать вот по этой поверхности. На палитре я сейчас замешиваю темные оттенки для того, чтобы покрыть крупные области нашего холста. Рисунок вы можете подготовить самостоятельно, есть масса способов перевода рисунок на холст. Если вы хотите научиться строить от руки, то я с радостью приглашаю вас на наш курс по портретной живописи. Он подойдет абсолютно для любого уровня подготовки, даже для тех, кто никогда в жизни портретом не занимался. Главное желание научиться. У нас здесь создана специальная программа обучения, которая вас шаг за шагом от самых простых и элементарных упражнений приведет уже к хорошим профессиональным работам. Мы с вами будем заниматься и рисунком, и живописью. И начинаем с самых азов, с самого нуля, с построения, с формы, с объема, с конструкции. Затем мы рассмотрим пропорции в портрете, и в фаз, и в профиль, а после начнем уже работать цветом и тоном. Мы с вами будем заниматься отдельным построением всех важных частей лица. Это и глаз, и нос, и ухо, и губы, и так далее. Я вам расскажу, во-первых, как это все устроено анатомически. Мы с вами займемся построением сначала в карандаше, и только лишь потом все знания, полученные, будем применять на живописи маслом. Здесь будет очень много упражнений, которые вам позволят научиться понимать саму суть, всю конструкцию форм. И потом вот так вот плавно-плавно, шаг за шагом, вы сами того не замечая, будете просто понимать, как устроено человеческое лицо, не только в каких-то общих понятиях, но и будете понимать, как изменяются пропорции в зависимости от разворота головы, как меняется тон в зависимости от освещения и многие-многие другие нужные вещи. Все подробности о курсе вы найдете в описании к этому ролику, поэтому записывайтесь, и я жду вас на занятиях. Возвращаемся к нашему портрету, и я продолжаю намешивать очень темные оттенки для того, чтобы заполнить пространство фоновое. Мы с вами сейчас хотим создать сначала окружение, чтобы нас не отвлекало ничего от портрета, потому что когда вокруг портрета будет очень много белого фона, белого пространства, это будет мешать нам адекватно воспринимать оттенки кожи, которые мы с вами будем создавать. Поэтому замешиваем темные и прокладываем все фоновое пятно. Сейчас я использую и синюю, и коричневую, и кроплаг для того, чтобы создать живописный фон. Обратите внимание, он не черный, он у нас будет таким вот темно-темно, может быть даже красновато-черным, очень глубоким. Вообще фон, желательно все-таки темный фон делать максимально живописно. Старайтесь избегать слишком такого в лоб черного, однотонного, старайтесь делать его максимально живописным. Подбираясь уже к самому портрету, я начинаю работать углом кисти для того, чтобы лучше контролировать мозог. Ну а там, где у нас пространство большое, можно вот так вот смело двигаться кистью прямо широкой ее частью. Вот так вот аккуратненько создаем сам рисунок, а потом заполняем широкой частью кисти все пространство. Контролируйте, чтобы фон был разнообразен. Где-то более синий, где-то красноватый, а где-то в коричневую сторону. И со всех сторон наполняем. Когда фон заполнен, теми же оттенками мы начинаем набирать самые черные. Самые темные участки в нашем портрете. Это пространство вот здесь вот за головой. По большей мере здесь будут присутствовать такие вот красноватые оттенки черноты. Тоже по рисунку проходим боковой стороной кисти, создавая более четкий и более точный рисунок. По широким частям уже вот с, соответственно, широкой частью кисти. Также создаем теневые вот здесь вот на повязке на голове. И на самой одежде. Постепенно, шаг за шагом, мы продолжаем работать на высветление. Мы сейчас проложили самые темные оттеночки. И теперь, постепенно двигаясь, начинаем заполнять уже средние тона. Вот вы видели, как красный, даже малым количеством набранной краски, изменил сильно оттенок нашей краски. Эта краска очень пигментированная. Вообще, вот эти все кармии, и красный, и светлый, и темный в этой линейке имеют хорошую такую вот пигментацию, которая даже малым своим количеством, буквально капельку мы добавляем, она сильно меняет сразу оттенок замеса. Создаем все темные складочки. Сейчас очень удобно будет работать именно на высветление, как мы, в принципе, в большинстве случаев и работаем. Это классический подход, когда мы начинаем с темных, а затем двигаемся к более светлым. Сейчас оттенки уже зеленоватые, зелено-коричневые, последуют в теневые на головном уборе. Также мы темнотой можем как-то корректировать рисунок. Тоже темными красками мы можем постепенно начинать набирать темноту уже в пределах лица. Жидкость я не использую практически, то есть очень-очень мало добавляю разбавителя. Я пишу сейчас на терпентине, на чистом терпентине. Он быстро позволит высохнуть этой работе, и мы с вами будем работать вот в технике Аллаприма за один прием достаточно быстро. Продолжаем набирать всю темноту, но уже, обратите внимание, темные перестали быть такими черными. Сейчас у нас уже, по большому счету, пошли в ход такие вот сероватые оттенки, красноватые. Я еще добавила коричневые краски для того, чтобы показывать темные участки. Продолжаем двигаться на высветление, и в ход пошли уже такие вот зеленовато-синие. Очень тонко, посмотрите, работает фиолетовый, он дает легкий-легкий оттенок. И даже малая капелька красного сразу сильно меняет оттенок. Поэтому вот покрывными красками работайте очень осторожно, аккуратно. Вот так вот нежно-нежно меняет в легкую, такую красновато-фиолетовую сторону кобальт-фиолетовый. Мы с вами не накладываем никакую густую краску, никаких пастозных мазков. Работаем достаточно тонко. Постарайтесь увидеть эти оттенки и максимально живописно прокладывать всю ткань, показывать каждую складочку и смотреть, что с поворотом формы меняются и оттенки, меняется наполненность краски и меняются, конечно же, тона. То есть где-то у нас темные, а затем сразу резко у нас могут появиться еще и светлые. И вот на этом фоне у нас появляется такой вот хороший, сильный контраст, что нам и позволяет увидеть объем. Мы с вами помним, что объем это контраст темного и светлого, что не будет у нас контраста по темноте и светлоте, не будет объем на картине. Поэтому постарайтесь больше уделять внимание именно темным и светлым. Оттенки это тоже важно, но не настолько, как темнота и светлота. С белилами мы сейчас пока очень аккуратненько работаем, добавляем только в некоторые участки. В полной мере мы ими будем пользоваться чуть позже. А сейчас вот так вот мягко-мягко выводим все более светлые оттенки и постепенно заполняем всю поверхность одежды. Постарайтесь пока что работать геометричными формами, без излишних соединений оттенков. Соединить мы их успеем даже позже. Поэтому сейчас этому не уделяем внимания. Стараемся поймать рисунок, где нужно уточнить. Ну и, конечно же, просто проложить основные пятна светотеневые. Это сейчас самая главная наша задача. Посмотрите, мы проложили уже темные, проложили светлые. Теперь нам нужно создать переходные оттенки. Это будут полутона. Мы с вами набираем зеленовато-синий. И вот так вот между темными и светлыми начинаем прокладывать эти пятна. Работаем, опять же, без излишних смешиваний. Достаточно грубо накладываем краску. Нам важно с вами создать именно геометрию, форму нашей одежды. Постарайтесь уловить, в каком направлении у нас лежат складки, как они изгибаются, в какую сторону направлен свет. И потом уже постепенно, шаг за шагом, можно будет уже даже какие-то смешивания производить. И опять же, по границе темных и светлых мы проставляем средние оттенки. Уже у нас становится более мягкой фактура. И постепенно средние и светлые можно соединять, и также средние и темные. Стараемся пока не соединять темные со светлыми. Мы все делаем через переходные. И опять же, с другой стороны, также через переходные полутона мы соединяем темноту и светлоту. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И постепенно я могу уже двигаться к головному убору и создавать вот эти синие оттенки. На освещенных мы с вами работаем более светлыми синими, но нам нужен все-таки более холодный оттенок. Поэтому нам необходимо с вами добавить немножечко голубой фаце. И вместе с кобальтом синим он даст как раз-таки необходимый нам оттенок. Мы с вами работаем сразу и над светлыми, и над темными участками. Чуть темнее я набираю и прокладываю между теми пятнами, которые мы с вами изначально проложили как самые темные места. Здесь вы можете сразу обозначать в принципе и сами складочки. Где-то вот больше фиолетовые мы уже добавляем. Работаем не спеша, но в то же время не задерживаемся. Старайтесь работать в оптимальной скорости, не сидя слишком долго, но и в принципе не торопясь. Фиолетовыми мы слегка меняем оттенок и сразу закладываем светлые участки. Работайте геометричными формами, но по форме предмета. Вот как у нас идет поворот головы, так же соответственно и будет положиться головной убор. Светлотой мы как бы очерчиваем узоры складок головного убора. И вот уже, смотрите, сейчас, казалось бы, вроде как еще пока ничего даже здесь нет, но уже читается объем на голове, уже виден этот поворот, и уже у нас объект стал объемным. Мы его видим в пространстве как действительно натуральный объемный предмет. Тонкой кистью мы также прописываем все голубые участки на платке. Здесь они уже могут читаться как серые оттенки. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА На освещении мы с вами наблюдаем некоторые такие вот даже желтоватые участки, может быть, даже с зеленым контекстом. Сразу разделите, какие складки у нас впереди, какие сзади. Передние, ближние должны быть посветлее, дальние потемнее. Сейчас я набираю белизну и с небольшим количеством разбавителя начинаю прокладывать воротничок. Вы можете это сделать вот так вот белой краской. Мы подразумеваем, что соседние оттенки туда еще и вмешаются, но тем не менее мы сразу можем, во-первых, затемнить и немножечко приглушить оттенки в тенях. Кроме того, обозначаем, какие оттенки у нас должны находиться в тени воротника. Мы смотрим на все окружение нашего объекта и понимаем, что белый цвет – это самый легко впитывающий в себя соседние оттенки. Поэтому все, что мы наблюдаем в сторонах, все это будет у нас рефлексировать в белых в тенях. Поэтому мы сразу добавляем туда и голубые, и в некоторых участках коричневатые, которые у нас граничат с серыми. И сейчас я уже прокладываю светлоту на платочки. Работаю вот такой вот тонкой достаточно кистью, но она очень хорошо управляема, поэтому вот даже на далеком расстоянии я могу совершать достаточно точные мазочки. Подробнее складки мы пропишем чуть позже, а сейчас только лишь работаем такими глобальными простыми формами – светлое и темное. Жидкости, пожалуйста, много не добавляйте. Работаем достаточно скромно и сухо. Для масла вообще в целом лучше выбрать более жесткие кисти. И вот если судить глобально, то мягкие кисти для масла нам не нужны. Нам нужны кисти пожестче. И желательно меньше добавлять разбавителя в свою работу. Помним еще, что в любом случае наличие абсолютно любого разбавителя так или иначе негативно влияет на сохранность нашей картины. Мы, конечно же, с вами пишем этюд, нам сохранность особо здесь не важна, но тем не менее должны понимать, что если мы хотим максимально долго сохранить нашу живопись, то помимо качественно выбранных материалов мы должны еще и позаботиться о том, как мы с помощью каких инструментов, с помощью каких материалов пишем нашу картину. И в идеале работать вообще, в принципе, без разбавителя. И чтобы эта возможность у нас была, мы должны использовать жесткие кисти. То есть, видите, у нас все взаимосвязано друг с другом. Одно вытекает из другого. Тем временем, сейчас я уже занимаюсь непосредственно портретом. Всю окружающую атмосферу я уже создала, поэтому уже можно заняться лицом. Начинаю я также с самых темных участков. Это в нашей картине, естественно, сами зрачки и глаза. И можно даже намечать уже складочки. Также темное место будет под самой выступающей частью лица. Это, естественно, нос. И в глубине губ также мы наблюдаем темноту. И обратите внимание, вот там, где мне нужно пригасить вот этот красный оттенок, я добавляю зеленцу, и оттенок у меня становится более сдержанным. Вообще, в целом, вы можете ориентироваться на цветовой круг. Я много раз на занятиях показывала, как пользоваться. Поэтому на первом этапе своей работы, когда еще нету, знаете, такого внутреннего чутья, что к чему добавить, как смешать какие-то краски, просто пользуйтесь вот теми инструментами, которые я вам предлагаю. Это будет очень просто. И вы будете всегда попадать в нужную цель. И просто будете вот так со временем запоминать, какие оттенки с какими нужно смешивать для той или иной цели и так далее. То есть, если вы хотите пригасить определенный оттенок, вам необходимо добавить противоположный. Смотрите на таблицу и понимаете, что противоположный к красному это зеленый. Поэтому небольшое количество зеленой краски сделает нашу красную менее насыщенной. То же самое работает с синими. Добавляете такую вот желто-оранжевую, и также ваш оттенок станет менее насыщенным. Не бойтесь добавлять противоположные оттенки. Делайте это понемногу, по чуть-чуть, и тогда будет все в порядке. Тем временем, сейчас я уже занялась прокладыванием светлых пятен на картину. Лицо у нас имеет красноватый оттенок. Поэтому вот такие розовые. Но опять же, они очень спокойные, они не кричащие. Это не какой-то цветочный такой фуксиевый красный в разбеле. Нет. Это очень скромный оттенок, который мы еще и гасим периодически. Также не забывайте, что на лице присутствуют рефлексы, опять же, от соседних объектов. И если у нас дама находится вот в такой вот насыщенной достаточно зеленой одежде, то зеленца будет встречаться и в рефлексах на коже. Пошла работа уже над темными, на носу. Также в нашем лице присутствует большое количество серых оттенков, но серые бывают абсолютно разные. Есть серо-коричневые, есть серо-фиолетовые, да и серо-зеленые, какие угодно. Поэтому вот с гаммой серой, серых, я тоже рекомендую вам познакомиться поближе. Больше смешивать краски, больше экспериментировать и смотреть, больше наблюдать. Вот, наверное, знаете, даже наблюдение это будет одним из таких вот ключевых советов. Больше наблюдайте. Постарайтесь смотреть у себя в зеркале, какую пигментацию имеет ваша кожа, какая она по большому счету, да, то есть какая у вас кожа, желтая или красная. Если вы обычный человек европейской расы, то у вас будет лицо такое вот красное. Опять же, у всех разный подтон. У кого-то бывает серая кожа. Тоже это все нужно смотреть на каждом примере. И постарайтесь посмотреть, какие оттенки она имеет в тени. Наденьте, например, красную кофту, посмотрите, какого цвета будут рефлексы на вашей коже. Наденьте какую-то зеленую яркую кофту и также пронаблюдайте. То есть всегда мы должны анализировать, наблюдать. Почему пример на себе? Ну, потому что это самый простой пример. Не всегда можно заставить своих там домашних вам позировать или как-то в экспериментах ваших участвовать. А вот вы всегда можете с собой взять и поэкспериментировать. Поэтому зеркало вам в помощь и побольше наблюдайте. Сейчас я уже, смотрите, начинаю прокладывать такие вот полутона, которые в нижней части, по большому счету, имеют зеленоватые оттеночки. Добавляем теневые под губой. Опять же, как научиться видеть, с какой стороны у нас будет тень, по какой форме она будет ложиться. Здесь, опять же, простой очень совет. Можно приобрести себе обрубовочку обычную в художественном магазине и ставить на нее разный свет под разными углами, вертеть ее как-то, смотреть с разных ракурсов. И вот когда вы будете видеть простые формы, будет гораздо понятнее посмотреть, как меняется вообще свет на преломлениях форм и какие оттенки, например, имеет тот или иной предмет. Особенно если вы возьмете обрубовку, естественно, гипсовую, вы можете ставить рядом какие-то, опять же, яркие элементы, чтобы было более наглядно, где какие рефлексы у вас возникают. И таким образом просто будет нагляднее и проще этому обучиться. Кроме того, могу порекомендовать книги для начинающих. Как минимум, хотя бы посмотрите книги у Николая Ли. У него очень таким простым языком для студентов все это написано. И, конечно же, тоже приходите на мой курс, я вам все это объясню и помогу с этим. Поэтому просто нужно больше практики. Больше практики и больше наблюдений. Вот это, пожалуй, будет главным советом. Сейчас я уже набираю большую красноту в ушах. Тоже мы должны с вами понимать, какие части лица имеют какую пигментацию. Вот, например, уши у нас красные. Поэтому вот эти все красные, темные, терракотовые оттенки у нас пойдут уже в прописку ушей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы с вами можем уже заняться пропиской глаз. Пожалуйста, работайте над всеми парными частями лица параллельно. Это значит, что над глазами мы должны работать сразу же. Не так, что мы один глазик прописали, потом второй нет. Параллельно. Тогда у нас не будет никакого косоглазия возникать в портрете. Лишнего, если это не нужно. И так далее. То есть все парные объекты должны прописываться сразу. Это касается и бровей, и ушей. Если ракурс нам позволяет, пожалуйста, делайте все параллельно. Всегда можно сравнивать один объект с другим, смотреть, на какой высоте относительно одного находится другой, который мы пишем. И вот на стадии создания вы сразу можете корректировать. Рисунок на самом деле это такая вещь, которая нам просто лишь помогает понять, где какие объекты располагаются. Но в процессе живописи вы также постоянно работаете над рисунком. Рисунок это не только то, что мы создаем карандашом. Нет, рисунок мы создаем еще и красками, когда мы с вами работаем уже над цветом. Поэтому просто постарайтесь в процессе живописи, во-первых, не нарушать тот рисунок, который вы сделали изначально, если он был правильно сделан. Но главное уточнять. На каждом этапе мы должны уточнять. Не забываем в портрете еще и над нижним веком. Потому что вот это, пожалуй, одна из самых распространенных ошибок, когда просто человек у нас остается без нижних век. Поэтому советую вам побольше на первых этапах копировать хорошие работы. Можете брать известных хороших мастеров и писать по их работам свои учебные работы. Толщину нижнего века также не забудьте показать. И еще контрастнее показываем объем. Не забываем, что глаз у нас имеет шарообразную форму, поэтому все объемы, которые мы с вами создаем, они должны у нас располагаться по форме шара. И внутренний уголок глаза. Для точности я уже могу взять муштабель. Он поможет мне лучше контролировать мозг и не смазывать картину. Поэтому если вам неудобно работать на весу, а на весу это действительно неудобно работать, то вы можете опираться либо на свой мизинец, я много раз показывала, как это делать, либо взять себе муштабель и работать с ним. На первых порах, может быть, это будет непривычно, но это крайне удобная вещь, поэтому просто нужно приноровиться. И тогда он станет отличным помощником для вас. Продолжаем набирать. И не забываем, что в тенях у нас очень много такой вот красноты, поэтому даже вот такой совет небольшой. Если вы не знаете, каким цветом прописать тени, и вы хотите взять какую-то темную краску, то отдайте предпочтение в пользу красноватой темной. Это значит то, что выбирая между индиго и, например, умбрыженой, нужно выбрать умбрыженую, потому что она краснее. Индиго это синий, и вот таких вот черно-синих теней лучше не проставлять в лице. Скорее всего, это будет выглядеть очень неестественно. Отдайте предпочтение в пользу красных, и вы тогда не ошибетесь. Но, конечно же, вы должны понимать, что тени это не просто такой красно-коричневый, нет. Это целая совокупность цветных пятен, которые, естественно, зависят от окружения, от освещения, да много от чего. И также здесь очень интересно поработать с поворотом формы, потому что вот такой вот ракурс 3 четверти это достаточно непростой ракурс, и в этом ракурсе очень много возникает ошибок из-за дальней части лица. Вот если вы посмотрите, например, на свою сейчас работу, которую, я надеюсь, вы делаете параллельно со мной, хотя бы зарисовочку, то проверьте, пожалуйста, чтобы дальняя часть лица у вас не была слишком крупной, слишком большой. Вот это самая-самая частая ошибка, когда дальняя часть лица у нас как будто смотрит на нас. То есть она не смотрит вбок, а смотрит на нас. И по масштабам она очень большая. И сейчас также на щеках я могу уже выбирать более насыщенный красноватый оттенок. Сильнее подчеркнуть рефлекс в тени на щеке, там, где у нас рефлексирует такая желтая одежда. Четкие границы по лицу нам не нужны. Вы можете их немного размывать с фоном. То есть мы должны с вами создавать объект, который вписан в атмосферу. Нам не нужен плакат, постер, где у нас человек просто вырезан и вставлен на какой-либо фон. Поэтому если вы будете делать чуть более мягкие, я не говорю, что растушеванные, нет, форма должна быть четкой. Но если вы будете делать мягкие, четкие границы, это будет хорошо. И сейчас я уже могу заполнять пятно шеи. У нас осталось с вами место под главный объект на этой картине. Это сережка. Я взяла сейчас тонкую кисть и начинаю прописывать серьгу. У нас с вами уже был урок, где я рассказывала, как писать металлические предметы. И напоминаю, что основной принцип написания металла, это, конечно же, наличие наличие высокого контраста. Это наличие очень светлых и очень темных внутри одного объекта. И вот это вот соединение светлых и темных, причем резкое, оно и будет давать нам ощущение металлического предмета. Матовый предмет имеет очень мягкие, очень такие вот растушеванные границы бликов. А блики на блестящем, на сверкающем объекте, они очень резкие. И у нас всегда белый граничит с черными. Вот если вы это правило будете применять, то металлические предметы у вас будут получаться живыми и естественными. Поэтому совет, не растушевываем границы бликов, когда пишем металлические предметы. И вот так вот, смотрите, я набрала красно-коричневый и такой темный, но коричневато-красный все-таки, несмотря на то, что там даже синий присутствует, для того, чтобы выделить сережку на фоне тела. И на тело, как на дальний объект по сравнению с серегой, я прокладываю сейчас более темные пятна. И после того, как мы это сделали, сережка начинает уже выделяться. И после этого уже более серенькими я начинаю размывать границу этой тени. То есть граница с объектом, тело и сережка, у нас достаточно темно прописывается. А затем мы с вами растушевываем достаточно мягко уже. Также не забывайте про рефлексы в нижней части сереги. Опять же, глянцевые поверхности очень здорово ловят рефлексы от соседних объектов. Поэтому добавляйте вот эти все голубые в нижнюю часть от белой рубашечки. И чуть-чуть даже контрастнее ее можно подчеркнуть. Субтитры создавал DimaTorzok сейчас можно уже чуть подробнее прописывать головной убор. А самое главное показать, что этот головной убор действительно находится на голове человека. Как мы это делаем? Ну, конечно же, показывать, какой объект на каком располагается, где у нас находятся тени. Поэтому вот здесь вот на лице прокладываем тени от головного убора. Обратите внимание, что в целом у нас лицо, соответственно, вместе с головой, с макушкой должно быть одной единой формы. Поэтому там, где тень на лице, эта же тень у нас продолжается и на голове, на макушке. Естественно, оно продолжает одну единую такую вот яйцеобразную даже в каком-то смысле форму. Старайтесь следить за формой в целом. Посмотрите на свой объект, как на простую геометричную форму, и чтобы объемы у нас были масштабными. Не старайтесь зациклиться на какой-то маленькой вещи. То есть не прописывайте только лишь объем внутри одного замкнутого предмета, например, внутри носика или внутри глаза. Старайтесь посмотреть шире, посмотреть на все лицо в целом. Если какой-либо объект, какая-то часть лица у вас будет прописана ну шикарно, со всеми необходимыми вещами, со всеми объемами, но общий объем на голове будет потерян, эта работа будет просто совершенно незначительна, она будет к ничему. Если же у вас будет общий объем, но внутри где-то объемы будут недописаны, то даже в этом случае работа будет более удачна. Поэтому просто следите за тем, чтобы общие объемы были прописаны. Субтитры Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы уже можем заняться детализацией наших глаз и ставим блики. Блики мы ставим с вами всегда чистой кистью. Они не всегда должны быть белыми. Они могут у нас, естественно, содержать оттенки. Кроме того, делайте их тоже параллельно, чтобы оба объекта у вас параллельно прописывались. Делаем это тонкой кистью, без разбавителя практически, только лишь краской. Причем краска у нас должна быть уже густая. И в целом мы с вами такого правила придерживаемся, что тени у нас будут очень тонко прописаны, а света очень пастозно. То есть всю густую краску оставляете именно на светлые оттенки. Линию ресниц мы можем подчеркнуть уже чуть потемнее даже. И еще темнее подчеркиваем нижнюю часть роговицы, создаем больше объем. И, конечно же, следуя форме шара, мы с вами затемняем еще и боковые стенки. Мы с вами еще должны придерживаться следующего правила. Те, точнее, то место, куда мы хотим привлечь взгляд зрителя, где мы хотим сосредоточить все внимание, мы должны его прописать более детально. То же место, где у нас не должно быть внимания особого, мы можем оставить не таким детализированно прописанным. Как правило, на портрете, если это просто лицо и, например, часть плечей или, может быть, предплечья захвачены, то есть если у нас главным объектом в картине является лицо, то практически всегда, если не сказать, что всегда, но практически всегда композиционным центром являются глаза. Поэтому глаза у нас, как правило, более прописаны. Все, что у нас на периферии, можно прописывать менее. Поэтому я думаю, что вы замечали, что в портретах часто бывает так, такая ситуация, что глаза у нас достаточно подробно прописаны, а, например, уши не настолько детализированы и даже не настолько четкие. То есть как бы они находятся в легком-легком расфокусе. Вот это правило, не то что правило, это такая вот маленькая рекомендация. Вот вы ее можете придерживаться для того, чтобы ваши портреты были более выразительными. То есть сосредоточить детализацию, сосредоточить прописку на тех объектах, которые должны являться основным композиционным центром вашей картины. Вот сейчас у нас глаза уже начинают притягивать взгляд. Мы с вами их прописали больше, и они уже у нас притягивают нас. Постепенно начинаем создавать объемы на носу. И опять же, чтобы понимать, как в целом нос крепится к пластине лица, мы должны с вами хотя бы минимально изучить анатомию, изучить строение лица. Поэтому вот книги в помощь, курсы в помощь и практика. Практика и насмотренность. И далее мы начинаем уточнять все более и более подробно. Продолжение следует... 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 А та часть, которая к нам, она, естественно, она и развернута к нам, она нам кажется более такой широкой. Но мы не можем взять и оборвать дальнюю стенку губ, как это тоже часто такая ошибка встречается, когда у нас дальняя сторона, либо она, опять же, разворачивается на нас, это, естественно, самая популярная ошибка, ну или когда ее вовсе не существует. Вот постарайтесь поймать этот угол поворота и посмотреть, как относится дальняя часть наших губ от середины до кончика к передней части, от также середины до ближнего к нам кончика. Также мы с вами понимаем, что верхняя губа у нас нависает над нижней, она дальше выступает, можно так сказать, и она у нас, естественно, вот здесь на рисунке, также отделена и чуть выше располагается именно по объему, по выпуклости, чем нижняя. Показываем тень, глубину внутри губы. На дальнем плане мы наблюдаем чуть меньшую насыщенность, поэтому уже можно добавлять зеленцу легкую. Ближний же к нам план имеет более ярко выраженный, такой вот более сочный цвет. Субтитры создавал DimaTorzok 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 И теперь уже крупной кистью мы начинаем показывать большую детализацию складочек и показывать еще сильнее объем. Также у нас все движение кисти сопровождается движением формы, поворачивается вслед за изменением поворота формы. И сейчас я чуть подробнее показываю уже складочки. Показываю их форму, их выпуклость. Фиолетовые у нас появились уже в тени. И в тени. И опять же, рассуждаем по такому же принципу. Абсолютно любые два предмета, которые располагаются рядом друг с другом, будут отличаться тонально. Граница одного предмета и второго всегда будет у одного светлее, у второго темнее. Просто чтобы понять, где какой, вам нужно посмотреть, что светлее, что темнее. Это может зависеть от расположения к нам, как к зрителю, что ближе, что дальше, от положения солнечного или какого-то другого освещения. Но всегда смотрите просто, что светлее на границе, а что темнее. Тогда вы не ошибетесь. Тогда ваши объекты, какими бы они ни были, либо это вот как у нас, например, платок и кожа, или одна ткань, вторая ткань, или в пейзажах дерева и второе дерево, всегда два объекта будут разделены светом и тенью. Вот смотрите, на освещении я немножко сглаживаю, смягчаю эту линию тени. Плюс там, где у нас ткань так плоско, близко соприкасается с кожей, там будет меньше тень. Там, где она отстает немножко, там будет, конечно, поглубже и помасштабнее тень сама. Добавим еще белил. Кстати, вот расход у красок, посмотрите, небольшой. Вот вы видите, что каждая краска достаточно такой дает хороший сразу насыщенный цвет и совсем немного нужно для того, чтобы поменять оттенки. Поэтому вот по расходу красок я, в принципе, остаюсь довольна. Потому что, вот смотрите, особенно кадмиев у нас вообще просто капля ушла. Это краски, во-первых, покрывные, и во-вторых, они настолько пигментированы, что буквально капелька сразу меняет нам весь замес. По большому счету вам нужно будет взять крупную тубу белил, это никуда не деться, это, естественно, она нужна больше, чем остальные. И, в принципе, небольшие тубы других красок, и можно спокойно писать много картин. Так что расход хороший. Сейчас уже тонкой кистью, это колоночек, я начинаю вот так вот более детально, более мелко прописывать уже ткань. Кроме того, вот такой подход, когда мы сначала прописываем какие-то общие массы, общие формы, а потом уже по этому прописанному, по уже положенной краске начинаем добавлять детали, он является таким вот более живописным, нежели когда сразу маленькой тоненькой кисточкой отдельно прописывается каждая деталь объекта. Лучше все-таки сначала создавать одну общую какую-то форму, одну массу, а потом постепенно добавлять детализацию. И вообще, в целом, этот подход будет более грамотный с точки зрения живописи. У вас оттенки будут вмешиваться друг в друга, и у вас будет один объект гармонично смотреться рядом и внутри другого. И сейчас вот уже мы с вами добавляем более темные. Опять же, смотрите, какие складочки будут совсем такими вот контрастно-черными. Ну, когда я говорю черными, это значит темными. Там может быть и кроплачно-темный, и там фиолетово-темный, что угодно. Так вот, какие-то тени могут быть глубоко-черными, а какие-то, наоборот, слишком слабыми. И это должно также присутствовать в драпировке, чтобы сделать ее более живой. Потому что какие-то складки будут являться глубокими, когда они естественно лежат, а какие-то менее глубокими, вот за счет этого, за счет разницы темноты, и будет создаваться естественный такой вот объем на этих фактурах, на этих тканях. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок И вот мы с вами уже добрались к светлым участкам одежды, и можем делать более объемной саму кофту, или что это такое, в общем, саму одежду у девушки. Опять же, стараюсь мазочки проложить по той форме, как у нас располагаются эти складки. Создаем, вот смотрите, вот такую четкую складку, когда у нас ткань очень резко сложена, когда это не просто мягкие перепады, а когда это очень жесткие, резкие такие вот тени. И сейчас шаг за шагом я просто уточняю каждую деталь костюма. И вот там, где необходимо, я средние и света, и также средние тени могу растушевать уже пальчиком. Сейчас вам нужно посмотреть, опять же, на общую форму, посмотреть, с какой стороны у нас свет располагается, где у нас самые глубокие, самые масштабные тени, и постараться просто уточнить. Сейчас на этом этапе работы желательно уже почаще отходить от нее, да хотя всегда желательно, но сейчас особенно побольше смотреть и рассуждать, где у нас чего недостаточно, где-то тени не хватает, где-то оттенок чуть не тот, или еще что-то. И вот так вот постепенно мы с вами уточняем, и опять же рисунок уточняем, и самое главное, это объемы уточняем. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок ставим финальные мазки в работе над этой картиной. Друзья, я благодарю вас за внимание. Пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь обязательно на наш канал и включите колокольчик. Это уведомление, чтобы вы не пропускали наши новые видео. И если вам это видео понравилось, то, пожалуйста, сделайте репост в ваши соцсети ВКонтакте, в Одноклассниках, в WhatsApp можно даже своему другу прислать, и напишите комментарий, как вам этот ролик, и вообще ваши впечатления буду очень рада почитать в комментариях. Большое всем спасибо за внимание, всем пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok